Здравствуйте, Андрей. А как вы считаете, вот злословие, так ли уж оно зло, как о нем пытаются говорить, и как вообще эта фраза выглядит? Ну, на самом деле, да. Я убежден, что зло, все, что имеет такой состав слова, как зло, это является злом. И нужно назвать зло злом без всяких там дипломатических оговорок. Потому что, тем более, если речь идет о словах. Слова имеют творческую силу. Мы верим в то, что Бог мир создал словом, и человека по своему образу и подобию. Поэтому человек тоже в каком-то смысле обладает этой творческой силой. Наши слова имеют огромную силу. Если мысли обладают силой, то и слова тем более. Как положительной, так и отрицательной силой. Поэтому это очень важно. Все, что мы думаем и все, что мы говорим. Нет, я понимаю, Божье слово обладает творческой силой. Обладает ли слово человека творческой силой? Не знаю. У меня пока еще ничего словом сотворить не получалось. Обязательно надо руки прикладывать, чтобы что-то вышло. Ну, на самом деле, если вы повспоминаете, то припомните и такие примеры, когда кто-то заболел, например, из ваших родных и близких, и вы сказали «выздоравливай», какие-то хорошие слова. Это, наверное, помогло выздороветь? Или, например, вы же своей супруге предложение руки и сердца словами говорили? Ну, наверное, да. В результате у вас появилось, насколько я знаю, трое детей. Ну, да. Слава Богу. Ну, это разве не творческая сила слов? Или там не обошлось только словами? Я думаю, значение слов в данном случае сильно преувеличено. Нет, никак не может преувеличено, потому что это слово, оно может искалечить душу, оно может рану исцелить, как говорится в стихотворении Щеглова. Хорошо. Но давайте поговорим тогда более конкретно. Когда мы говорим о злослове, все ли слова можно называть злыми? Нет, конечно. Вопрос, что мы вкладываем в эти слова? Да, злые слова – это то, что несет с собой зло, начиная от сплетен, продолжая какой-то негативной информации о человеке, причем неважно, правда это или неправда, если это негативная информация о нем, то это несет зло, и заканчивая матерщиной брани. Ну, хорошо, давайте начнем вот с ненормативной лексики. Вроде с ней все в порядке. Давайте лучше с ней закончим. Да, всем все понятно. Она потому и называется ненормативной, что ее нельзя использовать. Ну, не совсем понятно, потому что многие люди считают, что это просто часть нашей культуры, нашего языка, и что есть вещи такие, которые не объяснишь без помощи матов. Ну, хорошо, вот если взять эту точку зрения, как быть, если... Одно дело, когда человек ругается этим языком, он вкладывает негатив в эти слова, он кого-то обзывает, вот, или, как мы на русском говорим, посылает, да, и вот он вкладывает в этот посыл, он вкладывает весь негатив, и этот негатив может каким-то образом сказаться на слушающем, да. А если это действительно просто вот разговорная речь такая? Неужели в этом что-то плохое? Потому что это в итоге превращается просто, ну, в некотором роде в иностранный язык, да, в некотором роде в диалект какой-то. Я думаю, что что касается нецензурной речи, то это в любом случае зло, потому что сами по себе слова, их происхождение, их звучание, их значение несут негатив и агрессию. Извините, нельзя говорить какие-то плохие слова ласковым тоном, от этого они не становятся хорошими, от этого они не начинают делать добро. Это на самом деле большой вопрос, и особенно к научному сообществу сделать эксперименты и провести, потому что тон, как мне кажется, играет гораздо большее значение, чем то слово, которое произносится. Тем более, когда вы пытаетесь сказать, что если это бранное слово произошло, там непонятно откуда 100, 200, 300 лет назад взявшегося там ярко выраженного там ругательства или проклятия, например, или еще что-то, сейчас в это слово вкладывается совершенно другое значение. Слова имеют свойство менять значение, язык имеет свойство меняться в принципе. И если взять даже словарный русский язык, да, и он поменялся за последние несколько сот лет. И слова поменялись, некоторые до кардинальных значений поменялись. Если хотите, проведите это исследование, мне будет интересно узнать его результат. Ну вот, к сожалению, у меня нет данных подобного исследования, нет возможностей проводить. Но когда нет данных подобного исследования, как мы можем утверждать что-либо на эту тему? Здесь мы просто принимаем на веру повеление Слова Божьего, что никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Добрые слова. Хорошо. Да. Опять же, чем отличается доброе слово от злого? Последствиями. И посылом. В том числе. То есть, если не вкладывать в те звуки, которые я произношу, злого значения, то это будет доброе слово. Разве нет? Интересно. Скажу откровенно, надо подумать еще на эту тему. Вот и очень многие разговаривающие, так скажем, да, вот как многие во дворах шутят, я, говорит, знаю три языка. Русский устный, русский письменный и русский матерный, да? И многие люди на самом деле на этом языке именно разговаривают. Они не проклинают друг друга, они разговаривают. И вот сталкиваются порой с мнением, что это проклятие все-таки имеет вес. Действительно ли оно имеет вес или нет? Я все-таки склоняюсь к той точке зрения, что, да, сами по себе слова имеют определенные последствия. Даже если они сказаны между строк или невзначай, или, может быть, в юмористической атмосфере. Не следует говорить того, что ты не хочешь видеть в реальной жизни. Например, не следует говорить там, я тебя убью. Вот, даже в шутку. То есть это не шутка. Это слова. Или там, ой, с ума сойти, или что-то в этом духе. Потому что в Библии много последствий, ну, примеров, последствий сказанных слов. И в жизни нашей тоже очень много таких примеров, когда сказанное как бы неизначай потом сбывалось. Мы, когда говорим слова, очень интересно, что мы в первую очередь себя этим программируем. Мы настраиваем себя на тот или иной лад. И это также работает и в отношении другого человека. То, что мы говорим в отношении другого человека, это работает с негативным способом. Хорошо. А как насчет вот ругательств, но не по отношению к какому-то другому человеку, а, не знаю, по отношению, может быть, просто как, ну, выругаться в стенку, да, выплеснуть эмоции свои злые. То есть чтобы так или иначе накопленные эмоции, которые у меня, может, там, за день произошли, выплескивать не на, там, не знаю, своих супруга или детей, или на сотрудников на работе, а уединиться где-нибудь, просто выругаться там в лес и прийти уже чистым, с чистым вот сердцем, выплеснуть эти эмоции наружу. Как к этому относиться? Очень интересная позиция. Я знаю, что практикуется в некоторых странах срывать свою злобу на манекен начальника. Кто-то ходит в спортзал и делает это на грушу, в конце концов. Да. Безусловно, эмоция нуждается в выплеске, потому что эмоции не умирают. Если их подавить, то, ну, они потом вылезут где-то в другом месте, вы потом сорветесь на вашего ребенка или на друга, потому что они там есть. Их нужно выплеснуть, но, тут большое но. Выплеснуть правильно. Постал Павел в послании к Ефесянам интересную фразу говорит. Гневаясь, не согрешайте. То есть гнев сам по себе не греховен, но правильно выражать свой гнев, вот в чем заключается наша задача. Потому что выражать его нужно таким образом, чтобы не сделать зла и не сказать зла. Вот он произнес эту фразу, но не прокомментировал. У вас есть возможность как-то прокомментировать ее. Потому что сказать зло по отношению к другому, да, я, может быть, гневаюсь, но я не иду и не провожу этот гнев, не привожу этот гнев на человека, не выплескиваю его на конкретного человека. А если я это сделаю где-то в одиночестве, будет ли это грехом? Если рассматривать с той точки зрения, что вы желаете действительно этому человеку зла, то да. Потому что христианство и вообще доброта чисто человеческая подразумевает отсутствие желания отомстить. Это лишь только защита своего достоинства. Но вы не желаете человеку зла. Так будет правильно. Потому что если вы будете желать другому человеку зла и будете проклинать его, то тем самым вы и себя разрушаете. Каким образом? Себя-то. Таким образом, что вот это чувство злобы, ненависти, оно само по себе разрушительно. Когда вы его взгреваете... Нет, я понимаю, если я его буду внутри себя держать и греть, и там сохранять, то через некоторое время оно просто рванет, и всем будет плохо, и мне в том числе. А если его вовремя выплескивать в никуда, так скажем? Почему оно должно... Это не в никуда. Почему же? Если вы говорите о человеке, что это плохое, он этого не слышит, это не означает, что вы не делаете ему зла. Вы в мыслях своих его уничтожаете. Что такое цельность личности? Это тогда, когда ты одинаков и в своих мыслях, и в словах, и в действиях. Ты не противоречишь себе. А тут уже получается какое-то такое разделение. Тогда как же выплескивать этот гнев, не согрешая? Пробежка. Но это не будет выплескивание гнева? Будет. Даже если вы выкручиваете полотенце, там, сухое или мокрое, и вы плачете, или все что угодно. Та же груша, да, вы привели в пример. Вы подразумеваете здесь, что у вас негативные эмоции по отношению к другому человеку. Вам это неприятно. Вы себе об этом говорите. Хорошо. Но при этом не обязательно злословить человека, который вас обидел. То есть не обязательно это озвучивать? Да. То есть я делаю все то же самое, но только молча? Нет, вы можете говорить... Гнев сам по себе не является ни греховным, ни каким-то другим. Ну, тем не менее. Это нормальная реакция на беззаконие, да. В Библии даже Бог гневается. В каком виде должен быть выплеск гнева, чтобы он не был греховен? В неагрессивном виде. То есть это должен быть такой вид выплескивания, который другого человека не уничижает. Хорошо. Та же самая груша, это уже агрессия некоторая. Ну да. Она не по отношению... Да, да. Но даже избивая эту грушу, все равно что ты себе представляешь? Не обязательно, что я представляю того человека, которого я хочу там, да? Да. Совершенно нет. И все прям так и делают. Совершенно нет. Важно думать о себе. Написано в Священном Писании, это важный принцип. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте, написано. И это очень важно. Тогда это вообще противоречит выплеску гнева. Ну не совсем. Когда вы выплескиваете гнев, вы имеете в виду себя. Вы тем самым свои чувства просто выплескиваете. Но это не означает, что вы желаете этому человеку зла. Совершенно. Но если посмотреть на то, как делал Давид, то Давид очень откровенно в некоторых псалмах пишет, что какого зла он желает каким своим врагам. Да. И кто сказал, что здесь Давид был прав? Не факт, что он был прав, но он это делал. И оказался по сердцу Божьему. Ну, оказался по сердцу Божьему. Но, извините, он и жену чужого человека совратил. Так что теперь будем повторять за ним? Ну, в этом плане нет. Но если посмотреть, например, ситуацию в молитве, когда он это делает, да, вот один из его псалмов, где он конкретно выражает свое желание, чтобы его враги были уничтожены, посреди и все прочее, и потом тут же раскаивается, Господи, посмотри, не на опасном ли я пути и поставь меня на путь вечный. По сути, что это происходит? Он выплескивает свой гнев, он выражает свои негативные эмоции вслух Богу. Может быть, есть смысл выругаться в молитве? Я такого еще не слышал, честно говоря. Это интересная мысль. Я знаю одно, что в отношениях с Богом нужно быть максимально искренним и открытым. Бог не обижается, Он не обидится. Если вы употребите какое-то нецензурное слово в молитве, потому что Он другого качества личность, меня больше интересует момент то, как слова, произнесенные нами, влияют на нас самих. Я по своему опыту знаю, был бы у меня один момент, когда я уединился, просто ушел в лесопосадку почти за город, поругаться с Богом. Был у меня такой духовный опыт и определенный кризис я переживал. И в тот момент я, не знаю, это был один из тех моментов максимальной близости с Богом, который у меня вообще был за все время. Да, я выругался, и я не помню тех слов, которые я сейчас там произносил. Мало чего хорошего, вот, однозначно. Но в то же самое время Бог был настолько близок ко мне, что такое ощущение, как будто я слышал Его отвечающего мне в моих же мыслях. И реально происходил диалог. И поэтому, когда я вижу Давида в псалмах, пытаешься делать что-то подобное, да, вот то, что я делал в своем, например, опыте, может быть, это действительно то, как надо делать? Выплескивать все свои негативные эмоции в молитве Богу. Что вы на это скажете? Вот с точки зрения Писания, может быть, и... Мне кажется, что да, Писание это позволяет. Но опять-таки, это как этап определенный. Давид это делал, да, он был по сердцу Божьему. Не означает то, что он таким остался, может быть, навсегда. Есть понятие духовного роста. То есть на каком-то этапе, может быть, зачаточном, да, на начальном этапе, когда вы с Богом общаетесь, вы говорите Ему все, что думаете. Но вы знаете, так же самое, как в отношениях с людьми. Когда вы развиваете эти отношения, вы потом уже не говорите все, что вы думаете. Почему? Это, наоборот, отстраняет людей. По-моему, чем ближе друзья, тем откровеннее они друг с другом. Это правда. Но нужно подбирать слова. Это не последний момент. Как мы выражаемся, это имеет значение. Потому что, когда вы сближаетесь с Богом, то потом у вас даже пропадает необходимость употреблять какие-то агрессивные слова, потому что вы потихоньку становитесь похожими на Него. И у вас появляется вот этот вот Дух Христов, который даже во время распятия, Он не смел произнести никакого укоризненного слова, да, и Он говорил «Прости им, ибо они знают, что делают». То есть вот этот Дух Ходатая, заступника, Он даже там на кресте в Нем проявился. Он даже там пытался найти этим людям оправдание. И вот этот Дух стремления к прощению, стремления благословлять Твоих гонителей. Если вы начнете вместо этих агрессивных слов произносить слова благословения, «Господи, да, этот человек так неправ, мне так неприятно, но я благословляю его, благослови, пожалуйста, прости его, помоги ему стать другим человеком», то вы увидите, что вместе с этими словами меняется и ваше отношение к Нему. Спасибо, Михаил. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами были. Пусть Господь благословит вас в росте, в духовном росте и в тех словах, которые вы говорите, чтобы они были под Его контролем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова